Здравствуйте, я Лилия Игликова. Об управлении государственной машиной говорим с политическим аналитиком Султанбеком Султангалиевым. Султанбек, здравствуйте. Изменения в законе о выборах, о выборности исключительно через партии были восприняты в обществе неоднозначно. Какова ваша позиция по этому вопросу? Ну, прежде всего, да, я согласен с вашим тезисом о том, что данное нововведение было воспринято неоднозначно и экспертным сообществом, и представителями гражданского общества. Почему? Есть такое утверждение о том, что тезис о том, что пропорциональная система выборов депутатов-послехатов через партии, она опять-таки как бы лишает наших граждан косвенно конституционного права избирать и быть избранным, да? Но, однако, если мы отрешимся от формальности, а посмотрим на ту ситуацию, в которой сейчас имеет место быть, и ту ситуацию, которая будет после того, как новая система, новая избирательная система будет реализована на практике, тогда получается немножко другая картина. Во-первых, прежде всего, давайте посмотрим на то, каким образом происходит сейчас выборы в Маслихат. В Маслихат и выборы происходят именно сугубо очень предвзято. Скажем так, там доминируют представители только одной партии, и даже если есть один-два человека, которые представляют, допустим, являются либо самодвиженцами, либо представляют другие партии, но на самом деле, если мы говорим объективно и реально, они, естественно, проходят одобрение у, скажем так, местных органов исполнительной власти. То есть, ни о какой там демократии, в прямом смысле этого слова, говорить не приходится. Что же будет, когда будет реализовано на практике пропорциональной системы выборов? В первую очередь, она дает шанс политическим партиям выдвигать и не только выдвигать своих кандидатов, но также и гарантировать место в Маслихатах. Даже если по новому закону, который уже рассмотрен на жилисе и будет рассмотрен в дальнейшем Сенате, так вот, по новому закону, даже если партия не преодолевает 7% барьер на выборах депутатов местных Маслихатов, тем не менее, она, занимая второе место, получает гарантированное место в Маслихате. То есть, человек из партийных списка этой партии гарантированно становится депутатом того или иного Маслихата. То есть, таким образом, партия будет иметь возможность через своего представителя озвучивать интересы тех слоев населения, которые поддерживают данную партию и выдвигать свои партийные программные установки в жизни района, в жизни села, в жизни города или области. Еще один нюанс, о котором не упоминается почему-то, а именно то, что политические партии, согласно пока еще этому проекту, который рассматривается, так вот, политические партии имеют право выдвигать от партийных списков людей, лиц, граждан, которые не являются членами этой партии. То есть, являются гражданскими активистами, известными, уважаемыми людьми, которые, возможно, по крайней мере причинам не хотят вступать в партию, но готовы дать свое согласие на то, чтобы баллотироваться от имени партий в партийные списки на выборы депутатов Маслихата. То есть, таким образом, обвинения по отношению к тому, что нарушаются кредитационные права, таким образом, они нивелируются. Я думаю, что это очень важный нюанс, и звучит идея очень красиво и правильно, но на сегодняшний день сколько политических партий в Казахстане, и какие из них являются действительно живыми, активными политическими единицами? Ну, мы смотрим так. У нас сейчас на официальной регистрации находятся шесть политических партий, так. И из них три являются парламентскими. Это Нуратан, это партия Акжол и Коммунистическая народная партия Казахстана. Три партии, которые являются парламентскими и ведут достаточно активную политическую, занимают, играют достаточно активную политическую роль. Депутаты выступают за опросами. Данные три партии имеют разветвленную структуру, свои филиалы, работающие филиалы во всех регионах Казахстана. Поэтому можно говорить о том, что именно вот эти данные три партии являются как бы флагманами казахстанской партийной политики. Они наиболее заметны, они поднимают злободневные вопросы, они привлекают общественное внимание, они привлекают внимание исполнительных органов власти к проблемным ситуациям, к каким-то определенным проблемам, и они наиболее заметны в информационном поле. Что касается трех оставшихся политических партий, то из них, пожалуй, я бы назвал общенациональную социал-демократическую партию, лидером которой является Жабахан Адбайович Тойкбай. Я бы назвал ее достаточно, скажем так, активной в виртуальном поле, то есть в социальных сетях. Неоднократно эта партия делает заявление по каким-то вопросам. То есть по сравнению с остальными двумя партиями ОСДП все-таки позиционируют себя на партийно-политическом поле. Что касается партии Аул и Берлик, то пока мы не видим какого-то заветного оживления. У нас, к сожалению, большинство политических партий работает только лишь во время избирательных кампаний. А период между выборами они элементарно спят. А могли бы Вы озвучить, ведь если партии существуют, но они не активны, то кому-то они все-таки нужны, вот кому они нужны, какую роль в обществе они исполняют? Ну, на данный момент я хотел бы сказать, что если мы говорим о действующих партиях, то они отражают определенные интересы социальных стратов. Допустим, Акжол – это партия представителей малого и среднего бизнеса. Депутатская фракция неоднократно поднимает вопросы, связанные с защитой предпринимательства, связанные с развитием предпринимательства в Казахстане на очень высоком уровне на уровне мажориса, на уровне правительства. Коммуническая народная партия традиционно занимает свою нишу. То есть это партия, которая выступает за принципы социальной справедливости, которая привлекает внимание к вопросам развития сельского хозяйства, развитию сельских территорий, борьбе с безработицей, борьбе за социальную справедливость, скажем так, в общем контексте. То есть там сейчас, в данный момент фракция очень активно занимается вопросами обеспечения прав детей инвалидов, обеспечения вопросов здравоохранения, очень много делается запросов и так далее и тому подобное. Партия Нур-Атану – это естественно партия власти. Я не могу сказать, какую определенную социальную стату они представляют интересы, но, скажем так, сам факт того, что партия отказалась от наименования народное и демократическое, она в какой-то степени характеризует современные тренды развития данной политической организации. Что касается остальных партий, ну я считаю, что, понимаете, на мой сугубо личный взгляд, для такого фасада, красочного фасада казахстанской демократии, партии любые, конечно, они необходимы. Именно для фасада. Если говорить о депутатском корпусе, действительно, есть среди них очень яркие личности, но, если говорить в целом, по вашему мнению, насколько активно депутаты защищают сегодня интересы народа и отвечают вызовам времени? Ну, здесь, возможно, мое мнение будет субъективным. У нас 107 депутатов, допустим, в Нижней Палате Парламента, наиболее активный мажорист. И, конечно же, там я бы особо выделил депутатские фракции Кабучистской народной партии Казахстана и партии Акжо. Это две наиболее активные фракции, которые активно поднимают достаточно злободневные темы, которые интересуют, которые касаются всего населения Казахстана. Что касается партии Нуратан, депутатской фракции Нуратана, то она не совсем заметна. Ну, я бы сказал, что там тоже есть отдельные яркие личности. Ну, в принципе, если мы говорим так условно, то примерно 10%, да, я думаю, что где-то 10-15% депутатского корпуса современного мажориста парламента, они являются активными, они являются такими вот катализаторами определенными. Есть такое количество депутатов. Остальное, это, к сожалению, даже для меня, который внимательно изучает все вот эти процессы, которые происходят в Мажорисе, они для меня представляются полной загадкой. Я уже не говорю о населении, которое вообще практически имеет самое такое отдаленное и туманное представление о том, как работают депутаты Мажориса. Что касается Сената, то здесь, конечно, мы знаем, по сути, только двух сенаторов. Это Косымжимат Такаев и Даригана Султана Забаева. Все остальное, это, по сути, грубо говоря, палата пенсионеров, которую надо отправить на пенсию. Если я правильно уловила вашу мысль, то депутаты наиболее активны, если они выражают интересы партии, то есть варятся в котле партии, в идейном котле и выдают какие-то идеи в народ. Да, но здесь я бы не сказал, что прям депутаты от партии, они целиком, полностью зависят от того диктата, который делает им центральный комитет, да, до руководящих органов. Депутаты, они, естественно, сами, они выезжают в регионы, они общаются с населением. Депутаты, они, к тому же, поддерживают активную связь с региональными филиалами. Вот, поэтому, конечно же, здесь, я говорю о коммунистах в самом данном случае, то здесь, конечно же, понимая те актуальные проблемы, которые существуют, они поднимают и свои депутатские запросы в выступлениях. Это вполне естественно. Во-первых, это их моральная обязанность перед населением, в первую очередь. И, во-вторых, конечно же, это работа на имидж партии. Для того, чтобы в будущем за данную партию проголосовали люди, проголосовало население, то, естественно, партия должна быть очень активной на политическом поле. Здесь срабатывают два момента. Первый – моральный долг перед населением. Второй – это обязанность работать на укреплять имидж партии в глазах народа. Султанбек, когда я говорила о новых политических реалиях, вызовах, я имела в виду процессы, которые кто-то называет интеграцией, кто-то называет поглощением более сильных игроков на мировом рынке, в мировой экономике, более слабых. То есть мы находимся сейчас между сильными игроками России и Китая. Мы видим политику мягкой силы со стороны Китая, переносы производств на территорию Казахстана. Мы видим, как активно и Россия, и Китай приглашают наших студентов, предоставляют им бесплатное обучение в вузах. Я думаю, что делается это с целью воспитать лояльно настроенную и к России, и к Китаю армию специалистов в Казахстане. Но, с другой стороны, мне кажется, что правительство должно в данных реалиях вырабатывать какую-то четкую стратегию защиты суверенитета нашего государства. Что для этого делается? Давайте сначала этот вопрос разделим на две части, и поговорим конкретно, допустим, о экспансии китайской, российской. Здесь надо, на мой взгляд, смотреть на вещи проще, более конкретнее. Что необходимо китайским компаниям на нашей территории, работающим на нашей территории? Им необходим персонал. Персонал, который бы мог обеспечивать их потребности. И этот персонал, он будет, конечно же, рекрутироваться из местного населения. Но, опять-таки, китайским компаниям нужны люди, которые владеют китайским языком. Поэтому-то именно система обучения в Китае, она именно настроена в том числе и на привлечение наших студентов. Надо сказать, что в мировом сообществе Китай занимает третье место по количеству иностранных студентов в мире. То есть на первом месте США, на втором месте в Великобритании, на третьем месте Китай. Китай активно привлекает молодые таланты, молодых людей к себе, к своим университетам. И люди с охотой едут туда учиться. Почему? Потому что они понимают, что качественное образование, полученное в Китае, является путевкой в жизнь для них самих. Для их собственной самореализации. Я бы не сказал, что, допустим, у нас примерно в 2017 году обучалось около 16 тысяч казахстанских студентов. И еще один такой факт. За 10 лет количество казахстанских студентов, которые обучались в Китае, увеличилось в 10 раз. За 10 лет. То есть вы можете представить темпы вот такого вот увеличения. Что это обозначает? Я не считаю, что как бы они, эти наши граждане, молодые граждане, которые проходят обучение в Китае, они проникаются полностью китайской спецификой, китайской культурой. В первую очередь, они едут туда для того, чтобы реализовать себя, чтобы обеспечить себе задел на будущее. Это во-первых. Второй момент. Допустим, то же самое в России. Во-первых, там более привлекательные цены за обучение. Во-вторых, все-таки там престиж вузов, университетов, он намного выше, нежели в Казахстане, к сожалению. То есть конкуренцию в сфере образования пока еще наше казахстанское образование, да, оно проигрывает однозначно нашим соседям. Это надо объективно признавать и что-то надо делать. В чем мы выигрываем? Мы ведь проигрываем буквально во всем. Ну, буквально во всем. В принципе, если каждый сектор рассматривает, возможно, вы и правы. Да, но давайте сначала, прежде всего, поговорим о втором моменте. Вот вы сказали по поводу экспансии, да, вот этой. Ну, мы же понимаем прекрасно, что, находясь в современной системе экономики, выживает сильнейший. Мы, по сравнению, допустим, с Россией и с Китаем, находимся в позиции слабого партнера. Это надо признать. Это вызвано объективными причинами, в первую очередь. Допустим, по сравнению, допустим, ну, как-то здесь надо сказать, что выход из ситуации, из этой достаточно проблемной ситуации для нас заключается в развитии новых технологий, производства, обучения. То есть, то, о чем говорится, модернизации, модернизации экономики, модернизации политической системы, модернизации общественного сознания. Все это очень правильные мысли. Но в то же время, как у нас происходит модернизация экономики, приглашаются иностранные специалисты. Вот скажите, Султанбек, зачем иностранный специалист, приглашенный, пусть даже за очень большие деньги сюда, в Казахстан, разрабатывающий какую-то программу, зачем ему выводить нашу страну в лидеры мировой экономики? Вы знаете, я сам лично не понимаю, зачем мы приглашаем за большие деньги иностранных специалистов, которые, по большому счету, во-первых, не владеют спецификой местной однозначно, и, во-вторых, они, не являясь гражданами нашей страны, патриотами нашей страны, они действительно не заинтересованы в том, чтобы привести что-то новое и передовое в нашу экономику. Это однозначно. Зачем мы это делаем? Это вопрос, наверное, к нашему правительству, и к действующему, и к предыдущему. И вообще, тут момент такой нашей ментальности, между прочим, вот такого определенного низкопоклонства перед Западом. Почему? Потому что все-таки какой-то такой пиетет в действиях наших чиновников перед западными странами, в первую очередь, перед вообще иностранными державами, он наблюдается. Это такой комплекс зажатости, комплекс неполноценности, я считаю. Его нужно изживать. Мы ничем не хуже иностранцев. Наши специалисты ничем не хуже и во многих аспектах даже намного лучше, нежели, допустим, приглашенные экспаты из-за рубежа. Но вот эта тенденция есть. Я считаю, что это, скорее всего, связано с такой борьбой соболюбивых потягушек. Да, вот одно министерство привлекло таких-то иностранных экспертов, другое старается их переплюнуть и пригласить более крутых, известных иностранных экспертов. При этом о качестве выполненной работы никто не задумывается. О том, насколько эти рекомендации, эти разработки применимы для развития нашей экономики, в наших условиях, никто об этом не говорит. То есть нет критерия эффективности. Хотелось бы привести только один пример в связи с этим. Наши казахстанские ученые уже давно разработали программу создания нефтяного кластера у нас в стране. Причем все это возможно и все это с минимальными затратами. И действительно дало бы толчок развитию экономики, по их мнению. Но, тем не менее, эта программа уже много лет пылится в ящиках. Профессор Портер, американский ученый, приглашенный специалист, разработал другую программу создания кластера в Казахстане. Причем ничего там не говорилось о создании нефтяного кластера. И это касается Казахстана, нефтяной, нефтедобывающей стороны. То есть как это возможно, вообще непонятно. Я просто хотел добавить то, что по моему глубокому убеждению, ни одна страна, заубежный партнер, так называемый Казахстан, не заинтересована в том, чтобы наша страна была конкурентной, была преуспевающей, успешно развивалась. В этом нет никакой необходимости у наших партнеров за рубежом. Кем бы, как бы они о себе не говорили. Понимаете, мы достаточно удовлетворяем наших партнеров в качестве рынка сбыта товаров и источника дешевых ресурсов. Вот и все. Поэтому я повторю свою фразу о том, что это действительно задача правительства. Думать, заботиться о нашем суверенитете и о дальнейшем развитии экономики и политического обустройства Казахстана. Что же делать, по вашему мнению, выход из этой ситуации? На мой взгляд, уже давно наступило время, когда необходимо провести реорганизацию. Правительство даже хотя бы сделать какие-то определенные персональные изменения в составе правительства. Потому что мы видим вот тот бардак откровенный, который творится в Министерстве образования. У всех мы слуху и в памяти те скандалы, которые сотрясали это Министерство на протяжении прошлого и этого года. То есть необходимость замены определенных министров, конечно, она назрела. И если говорить еще о более конкретных персоналиях, то, конечно же, на мой взгляд, несмотря на все мое хорошее отношение к премьер-министру, я считаю, что он очень активно работает, один из самых активных премьер-министров за всю историю страны. Но, тем не менее, у господина Сагентаева все-таки, на мой взгляд, не хватает политического веса, чтобы пристроить вот эту команду шарунишек-министров, которые сидят в своих ведомствах и, на мой взгляд, мало кто из них справляется со своими обязанностями, необходим, на мой взгляд, другой премьер-министр, который смог бы сколотить такую креативную, мощную и сильную команду министров, которые бы более активно работали в своих направлениях. Вы говорите о какой-то конкретной личности, ведь вы говорите о человеке, который бы имел серьезный политический вес. Да, таких людей у нас, к сожалению, не так и много. Причем здесь необходимо сказать, что нужен не только политический вес, необходимы еще и определенные навыки работы в этой системе исполнительной власти. Понимание внутренних процессов, которые там происходят, умение их направлять в нужном русле, в нужном для национальных интересах страны. И поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимальными фигурами на посту премьер-министра могли бы быть Адельберг Жексебеков, Карим Масимов, либо же Дариган Назарбаева. И последнее. По вашему мнению, какие политические изменения ожидаются в Казахстане уже в ближайшее время? Может быть, очередные досрочные выборы? Ну, на мой взгляд, весь алгоритм действий исполнительной власти, он приводит вывод о том, что у нас неизбежно будут досрочные выборы в Маслехаты, для того, чтобы опробировать новую пропорциональную систему выборов. И я думаю, что вполне возможно, будут сопряжены данные выборы с выборами, досрочными выборами, обнаживаясь с правами этой страны. А почему? Потому что это было бы оптимальным решением целей экономии средств. И, во-вторых, конечно же, необходимо, исходя из интересов, с точки зрения транзитного периода, пресловутого транзитного периода, на котором уже можно смеяться даже иногда, да? Так вот, исходя из интересов этого события, то, конечно, выборы, они вполне политически обоснованы. Спасибо вам за интервью. Спасибо.